Программа выходит в эфир при поддержке Вятского государственного университета. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир! Вместе! Детская познавательная программа «Открывашка». И? Там была палка. Ты что, обязательно было руку ломать? Ну, я взял палку и хотел запихать в дырку за святым источником. О, Господи. В общем, любознательность тебя подвела немножко, да? Да, но просто... Больно было? Вот сейчас болит? Нет. Нет? Хорошо, давай, не будем на этом зацикливаться. Я желаю тебе хорошего самочувствия и скорейшего выздоровления, ладно? Говорят, у детей намного быстрее все заживает, да? Да. Для меня нет. Да, Миша, как у тебя дела? Ты никуда не попадал ни в какие нехорошие истории в последнее время? Нет, все хорошо. Все хорошо. Только за зайцем на огороде бегал. За зайцем? Да. Огороде заяц, козел, он всю капусту съел. Заяц дикий или, может, у кого-то кролик сбежал? Дикий. Дикий? Да, из леса. И как успехи? Он сквозь дырку в забори убежал. Понятно. А я нет. Как ваши каникулы, хочу спросить еще. Офигенно. Офигенно? Кстати, насчет палки. Я знаю, теперь какую дырку надо было ее пихать. В заборе. Чем занимаетесь на каникулах? На каникулах? Да. На огород ездил. Как время проводите? На огород? Что там? Какие дела-то на огороде сейчас? Поливаем. А, поливать. Сено косит в лесу. Дожди ведь. Дожди. Вроде само собой поливает. А сено для кого косите? Сено, чтобы трава только не была. А, понятно. Саша, как твои дни каникулярные проходят? Никак. Никак? Ты целыми днями спишь? Руки ломаешь? Нет. Я лежу на новом диване и ем. И ешь? То целыми днями, 24 часа в сутки? Нет. Может, планы какие-то на ближайшее время что-то такое интересное устроить? Мы пойдем в лагерь с 7 по 17 августа. Июля? Августа. А, августа. И в лагере будете заниматься общественно полезной работой? Нет. Насколько я понимаю? Если бы лагерь был по общественно полезной работе, я бы туда не пошел. Ну, вы уж простите организаторов программы «Открывашка», но мы с вами сегодня возвращаемся в школу. Всего лишь на один час. А, я думал, вы про то, что меня обделили наушниками, ну ладно. Мы сегодня возвращаемся в школу ненадолго. Я думаю, что вам будет интересно, и нашим слушателям, ребятам и взрослым тоже будем интересны. Но в школу не обычную вообще образовательную. А музыкальную. А музыкальную школу. А вернее, школу современной музыки «Практический метод» «Радио Текила Бэнд». «Радио Текила Бэнд», я поясню, это известная в Кирове команда, группа. И сегодня как раз у нас директор, во-первых, этой школы, школу современной музыки «Практический метод» «Радио Текила Бэнд». Олег Шабалин. Олег, доброе утро. Доброе утро. Преподаватель школы Анна Шамуранова. Здравствуйте. Да, здрасте. И ученики школы. Вы сегодня с учениками пришли. Да. Полина Прилукова и Данил Бодров. Доброе утро. Доброе утро. Как у вас настроение? Отлично. Отлично. Замечательно. А вы с инструментами у нас сегодня находитесь. Олег сейчас с гитарой. Давайте мы всем сейчас докажем, что мы попали все-таки в школу современной. И что утро очень доброе. Да, школу современной музыки. Поднимем и себе настроение, и нашим слушателям хорошей зажигательной композиции. Да? Ну что, поехали? Зажигательной, давайте. Зажигательной. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты ведь в музыкальной школе учишься. Да, в четвертом классе. Да, у тебя духовые и фортепиано. Да. Оцени уже как профессионал, что ты сейчас услышал. Как тебе? Хорошим. Хорошо? Да. Мне кажется, что духовые и фортепиано никак не относятся к гитаре. Гитаре? Нет, почему? Гитара – это струн. Основные. Это получается, что ты умеешь играть на фортепиано, то ты можешь взять гитару и наиграть, что хочешь. Нет. Нет, но все-таки учиться надо. Ладно, мы сейчас обо всем подробно поговорим. Саша, у тебя как дела с музыкой? Ты музыкальную школу не посещаешь, да? Нет, я слушаю музыку. Мне нравится слушать музыку, но у меня свои предпочтения в музыке. А какие у тебя предпочтения в музыке? Вам точно это хочется услышать? Ну, а почему бы и нет? Ну, это что, классическая музыка? Нет. Ну, джаз, блюз, не знаю. Рэп. Рэп? У меня тоже. Ну, если удастся, сегодня мы про рэп тоже поговорим. Хорошо. Так, давайте, у нас время очень бежит. 211-101, напоминаю, номер нашего телефона. Кто будет задавать первый вопрос? Давай, Саша, задавай первый вопрос. И Миша озвучит список призов, которые у нас есть. В каком году была основана группа Hollywood Undead? Ну, что я могу сказать? Идите в интернет, смотрите, в поисковики. Еще раз повторю вопрос. В каком году была основана группа Hollywood Undead? Я не знаю этого. А что за группа? Это как раз хо-группа? Это рок-группа. Рок-группа. Хорошо, сейчас Миша озвучит список призов, которые есть у нас. Сегодня у нас в копилке есть книги «Слово о полку Игореве» 12 с плюсом. Антуан де Сент-Экзепери «Маленький принц». Энциклопедия древней цивилизации. Энциклопедия «Кем быть?» о профессиях. Энциклопедия «Акулы». И еще у нас есть приглашение. Приглашение на двоих в КТ-кафе «Зуки». Приглашение на экскурсию с мастер-классом в Музее истории мороженого Арктика. Приглашение на спектакль «Маугли» в Театре на Спасской 26 июня. Приглашение на семейное посещение собачьей деревни Махнатья. Итого, я вижу, у нас сегодня 10 призов, но открывашку, в общем-то, приличная такая цифра. Звоните 211-101. Еще раз напоминаем наш вопрос. В каком году? В каком году была основана группа Hollywood Undead? Отлично, ждем. А, уже есть звонок. Миша, давай, приветствую нашего слушателя или слушательницу. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Лето. Сколько тебе лет? Восемь. Где ты учишься? В Петербургском лице. Ага. И какой ответ на этот вопрос? В 2005-м летом. Саша, правильно, 2005-й? Летом, да. Летом, да? И насколько я понимаю, дозвонившиеся тебе небезразличные, незнакомые, да, барышня? Это знакомые. Знакомые. Она там стоит. А, понятно, сестренка, в общем. Ладно. Что ты хочешь, Свет, получить? Нам сказали, не повезти. Да, что ты хочешь получить? Столок. Что? А что есть? Столок. Да много у нас еще есть. Зоки. Давай, мы не будем отвлекаться на перечисление еще раз наших призов. Просто мы тебе передаем сейчас нашей помощнице, она тебе весь список сейчас озвучит, а мы будем дальше беседовать. Олег, да, Олег, собственно, расскажите о своей школе. Что она собой представляет, кого вы учите, чему вы учите? Ну, вообще, на самом деле, я когда учился в музыкальной школе, я очень не любил туда ходить. По какому классу учились? Я учился по классу фортепиано, аккордеон был лайка, хон. В общем, у меня был полный набор мною нелюбимых инструментов, причем до сих пор. И школа появилась как идея, скажем так, другого подхода. То есть, исходя из музыкальных предпочтений людей, мы стараемся подбирать композиции именно те, которые интересны людям, а не те, которые с 1985 года остаются в музыкальных школах. Интересны людям, то есть, современный какой-то музыкальный материал, популярная музыка, рок-музыка. Да, я бы не сказал, что это ограничено каким-то стилем, там, роком или хип-хопом и так далее. Мы учим так, чтобы вы могли сыграть все, что угодно. То есть, основная задача. А вообще, сама школа появилась очень смешно. То есть, у меня была когда-то репетиционная, причем репетиционная в гараже. Ну, распространенная история. Распространенная история в свое время. И мы, когда с ребятами репетировали, начали стекаться люди просто с разных домов соседних. Просто заходили люди, спрашивали, Ворли, а как ты это делаешь? Как это делаешь? Они на звук шли? Они шли на звук, потому что мы были очень громкие. Мы там репетировали, у нас там альтернатива была такая достаточно забористая. Я пойду на запах в кухню. Ну да, то есть, а люди шли на музыку. Людям было интересно. То есть, люди привыкли к тому, что музыкальная школа – это вот иди. Вот, как бы, почему ты ходишь в музыкальную школу? Меня родители заставили. Вот, это самое распространенное. У нас друзья приводят друзей. То есть, у нас образуются команды. Наши ребята, вот, у Дани сегодня концерт в конструктик-практик. То есть, у нас много концертирующих ребят. Ребята, которые, как бы, связаны интересом к музыке, а не безаловкой. Ну, я тут хочу задать риторический вопрос, который очень давно стоит. И хочется услышать ваше мнение. И все-таки, вот, для занятия, тем, собственно, чем вы заняты. Все-таки музыкальное образование нужно классическое. Вот рок-музыкант тут все-таки должен пройти музыкальную школу и пилить, там, не знаю, на скрипке, на фортепиано классические произведения, разучивать. Ну, а потом уже... На гитаре? Да. Скажем так, сейчас есть много альтернативных способов. Да, то есть, в свое время, когда мне потребовалось больше знаний теоретических, мне хотелось развиваться к гитаристу. Я ездил по другим городам, брал уроки, там, Москва, Питер, зарубежье ближе. Даже интернета не было еще, сейчас все можно найти в виде уроке. Можно, но я не приветствую уроки в Скайпе по причине того, что я не могу видеть руки. Я не смогу поставить человеку руки по Скайпу, мне нужно видеть. А если видишь, что неправильно стоят, не сможешь ударить по Скайпу, да? Ну, и это тоже, куда без этого. То есть, мне интересен был... Я брал уроки у музыкантов, которые мне были интересны, именно музыкантов. Я выцарапывал у них сведения какие-то интересующие меня. Большая часть из них не было педагогами, не были хорошими музыкантами. Вот. И как бы наше обучение мы строим по принципу, вот, я гитарист, радио-текилобэнд, да? То есть, чтобы быть гитаристом, скажем так, серьезной команды, что нужно, да? То есть, и есть определенный список умений. У музыкантов это называется чек-лист. Вот. Список требований среди, такой же, как у радиоведущих, например, да? Вот. И мы строим по принципу передачи этих навыков, то есть, то, что может потребоваться. Сколько времени это занимает? Скажем так, базово, гитарой, то есть, например, человека, который вообще никогда не брал в руки инструмент, но у него оформившись желание, он готов заниматься серьезно. Вот у меня рекорд был недавний. Парень освоил до уровня, вот, в интернете аккорды, вот. Олег показывает текст, собственно, и аккорды. И аккорды, да. То есть, саккомпанировать себя. У меня парень, в принципе, освоил это за два месяца. Ух ты. А сколько лет парня? Так, парень, меня годик, наверное. Так, 24, наверное. То есть, за 20 уже лет он решил все-таки взяться за гитару? Я больше скажу, у нас есть люди, которым там по 40 лет. То есть, у нас ходят бизнесмены, вот. Люди, у нас как бы ходят люди, которых... Музыка, это была мечта. Вот. Меня вот на гитару в музыкалку не взяли, сказали, пальцы короткие. Вот. Отправили на аккордеон. Играли на аккордеоне, да. Да. Вот. Поэтому для многих это мечта детства. 211-101. Я еще раз напомню номер нашего телефона. И да, кстати, эхокирова.ру, наш сайт. Заходите. Там есть видеотрансляция нашего эфира. Вы увидите, как нам тут весело. Мы веселимся прям. И увидим левую руку Саши Крапулеевича в гипсе. Заходите. 211-101. Миша, я предлагаю тебе задать следующий вопрос. Можешь взять компьютер, порисовать через камеру. Давай. Какого цвета была подводная лодка в песне «Битлз»? Соответственно, песня такая есть, да? Да. Там прям вот она так называется. Да. Она была малиновая. 211-101. Одна из известных композиций команды «Битлз». Какого цвета лодка? Звоните. 211-101. У нас много призов. Так, дальше продолжаем нашу беседу. Кстати, вот вы, Даниил, вы, Полина, как долго занимаетесь? Три года. Три года уже занимаетесь? Вы с нуля тоже пришли, Полин? У меня несколько иная ситуация. Я занималась музыкалкой. Давно, 8 лет я играла на клавишах и на флейте. То есть полноценно весь курс музыкальной школы прошли? Да. У меня хватило терпения. И в школу коллегу я пришла заниматься именно на гитаре. На гитаре я занималась. Но вам почему-то сегодня дали снова клавиши. Где-то после, не знаю, три недели, может быть, месяц занятий. Ну, Олег знал, что я играю на клавишах. Он пригласил меня в группу. И с тех пор, как коллектив, мы работаем вместе уже три года. Три года уже. Вы активно выступаете, да, я знаю? Не только у нас в городе? Ну, мы есть. Выстрелируете? Да. Скажем так, у нас достаточно плотный концертный график. Вот. И выступали и в других городах, и на других мероприятиях, в соседних регионах. Ну, клубы кировские, там мы, по-моему, почти все прошли крупные. А, кстати, я вот замечаю какое-то в последнее время всплеск интереса, собственно, вот, к каверам именно исполнения. Очень многих людей это привлекает. Во многих клубах это можно найти. С чем это связано? Люди как-то уже менее внимательно относятся к тому, что их менее привлекает то, что вот можно просто нажать кнопку «Да», послушать какую-то песню, какую-то исполнительную. А тут вот в живом исполнении с чем связывается это? Я думаю, что в первую очередь развитие кавер-команд заключается в том, что это живая энергетика. Саша, Миша, извините, кавер-команда вам понятно, о чем речь? Да. Саша, ну, то есть группа, которая исполняет, ну, известные композиции, да, написанные, созданные другими, известными музыкантами. Иногда, причем кавер-команды исполняют в своих версиях песни, иногда в версиях, приближенных к оригиналу. Вот, ну, как бы полностью точную копию повторить в любом случае не получится, потому что это другие люди, другие музыканты, другое мышление. Но она должна быть узнаваемой, то есть должна быть узнаваемая мелодия, композиции. И в первую очередь, то есть люди хотят слышать именно то, что им нравится слушать, да, то есть на нас много ходит людей, которые любят танцевать. То есть мы специализируемся на танцевальной музыке. И репертуар оба, соответственно, да, такой, чтобы люди встряхнулись, расширились? У нас репертуар жуткий мультиформат, потому что мы работаем на данный момент с тремя вокалистами. Это Наталья Павлодская, это Алена Бутурина и Саша Бушмакин. У нас три проекта и, как бы, суммарное количество песен, которые мы исполняем, ну, наверное, треков 600. И что так себе наборчик нормальный? Это не считая, как бы, трибьютов, которых мы делаем на артистов. То есть мы делали уже на Земфиру, вот тут скоро будет на Зверей. То есть концертная программа полностью состоит из композиции данных с Павлодой? Да, причем максимально близко к оригиналам. Вот. И в августе мы планируем в ресторане Гауди очень грандиозный проект для нас, то есть очень серьезный. Это трибьют на Майкла Джекса. Здорово. То есть такой. Так, сейчас мы пообщаемся, да, у нас есть звонок? Влад, да, я звукорежиссера спрашиваю. Саша, не скучай, привет. Привет, я не слышу тебя, у меня нет наушников. Миша, дай наушники. Так. Здравствуйте. Хорошо, тогда, нет, Миш, можешь дать Саше наушники или ты пообщаешься? Ладно, пусть Миша общается. Давай Миша пообщается, Саша сегодня у нас без наушников. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Рита. Сколько тебе лет? Тринадцать. Где ты учишься? Семидесятой школы. Ты купишь у меня наушники? Этот вопрос потом, после программы обсудим. И какой ответ на вопрос? Желтая была. Правильно. Рита, можешь напеть? Напеть, напеть. Нет, не могу. Ну, давайте вместе. We are living yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. Давай, Саша. We are living yellow submarine. Воу! Yellow submarine. Воу! Yellow submarine. Я желтая подлодка, я не умею петь. Рита, ты уже определилась с тем, что ты хочешь получить? Да. Да, что? Что? Книгу про профессию. Книги по профессии есть у нас такая книжка? Есть? Отлично. Все, не клади трубку. Наш редактор тебе подскажет, как, собственно, заполучить. Так. Ребята, музыканты, вы готовы исполнить еще композицию? Давайте будем поднастраиваться. Так. Олег на гриф. Крепит скоподастр. Крепит скоподастр. Донесем пять минут до утра. Доживем наше море вины погущает. Время дыра – это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой С нами память сидит устала А в руке ее плако стичит Ты такой хорошей была Посмотри на меня, не молчи Лики чайки на белой стене Окольцованы черной луной Нарисуй что-нибудь на огне И шепни на прощанье рекой Это все, что останется после меня Это все, что возьму я с собой Это все, что останется после меня Это все, что возьму я с собой Спасибо большое, спасибо, спасибо Школа современной музыки В музыке мы сегодня учимся Практический метод радио-текила-бэнд Олег Шабалин, Полина Прилукова Дарил Бодров и Анна Шамуранова Саш, ты знаешь, что это за композиция сейчас прозвучала? Без третьего куплета? Без третьего куплета Без третьего обошлись, а то слишком долго Что за композиция? ДДТ, это все Я ее узнала только, когда мне сказали Представляешь? Саша, Миша, этой композиции больше лет, чем вам Где-то середины 90-е, насколько я помню Причем, возможно, вместе взятым Мне кажется, даже раньше Она вышла официально на одном из альбомов Известных в ДДТ, где-то середины 90-х А, слушай, точно, это 95-й, 4-й Да, 95-й, 4-й клип еще был Да-да-да-да Точно, я его помню Так, открывашка продолжается Мы сейчас будем дальше задавать вопросы Дальше будем говорить про музыку Про профессию Музыканты 211-101 Напоминаю, номер нашего телефона Есть также видеотрансляция на нашем сайте Кирова.ру И не забывайте о том, что Мы еще присутствуем и ВКонтакте У нас есть официальная группа Открывашка Эхо Москвы Киров Там всю подробную информацию о нас найдете Теперь я гостям предлагаю задать вопрос Олег Нашим слушателям Нашим слушателям вопрос Какие у нас варианты были? Так, вы обсуждали активно, о чем будете спрашивать? Про клуб Про Накин А, задавайте Вот, кстати Не томите Даня, скажи правильно название песни С моим английским лучше молчать Кто написал песню Накинан Хэвэнс Дор Ага Та композиция, которую мы исполняли Именно первой Первой? Да Автор этой композиции? Да Ну, я думаю, намекните Известные это люди Очень известный человек Это легендарный человек 211-101 Ждем ваших звонков Давай еще раз, Саша Ой, вы прости, Миша Повторим, что у нас есть У нас только еще два приза Разыгранные Что осталось? Напомни А что выбрал? Напоминаю Слушайте А, мы не знаем Ну ладно, хорошо Напомни все, разом Слово о полку Игореве Это книжки все, книжки Да Антуанто Сент-Экзупери Маленький принц Энциклопедия древней цивилизации Энциклопедия акулы Приглашение на двоих в КТКФ Зуки А вот Зуки можешь вычеркнуть Зуки забрали у нас Так Так Дальше Приглашение на экскурсию с мастер-классом В музее истории мороженого Артика Приглашение на спектакль Магули в театре на Спасской 26 июня Приглашение на семейное посещение Собачьей деревни Махнати Отлично 211-101 Еще много у нас призов Еще раз напомним вопрос Который мы озвучили Автор композиции Песни Которая звучала В самом начале нашей программы Так продолжаем Вот считается что Профессия рок-музыканта Ну это вот Такой свободный образ жизни Туда-сюда Там стою когда хочу И вот Опишите пожалуйста Что в вашем понимании Рок-музыкант Во-первых Нет Есть конечно Больше на Западе Тенденция разделять музыкантов На стиле То есть в большинстве своем Российские музыканты Это все-таки Мультиформат То есть это в первую очередь Музыкант А во вторую уже Какая-то стилистика Потому что Ну допустим В Москве Один и тот же состав музыкантов Может работать И с Там С кем-то из рокеров Подыгрывать Да А потом может работать С поп-вокалистом Вот так называемые Сессионные музыканты Да То есть Это практика Очень распространенная А вот на Западе Как раз Уже идет Именно градация По стилям И так далее То есть там Люди развиваются Если ты рок-гитарист Ты работаешь Именно с рок-коллективами Ездишь на студию На сессионные сессии Именно по року Обучаешь именно року Вот такой формат Если брать Профессию О том что Встаю когда хочу Нет То есть Любому музыканту Нужно поддерживать Себя в форме А это Ну бывает Что и Сколько И по 6 часов Репетируем Это не говоря о том Что ты как бы Сам еще по себе Постоянно занимаешься Не считая даже Уроков С людьми То есть Как бы получается Что Ну там Часов 10 В день Может уходить То есть Это когда ты Конкретно занимаешься Конкретно У тебя там Такие Далеко идущие планы Ты хочешь поддерживать Себя на уровне Приходится много Заниматься Приходится достаточно Держать себя В жестких условиях Миш Ты у тебя Сколько по времени Длятся твои занятия В музыкальной школе Или дома Когда домашнее задание Дома когда домашнее задание По 8 по 10 часов Длятся нет Нет Не длятся Дома я Очень мало занимаюсь Очень мало Да И этого хватает Да А в музыкальной школе У меня Общая Загрузка Это примерно 8 часов В неделю Загружаешься На гитаре есть желание Учиться кстати играть На гитаре Да Или Саша Когда рука заживет На гитаре Попробовать Нет Нет почему Лень Лень А что не лень Что не лень На басу На басу Да Нет Но у меня есть Хорошая идея Я если возьму Пианино Играть просто На нем То у меня получилось Так я тыкаю На рандомные клавиши У меня получается Композиция Вот можно так сделать Целый альбом И получать деньги И это будут слушать Скорее всего Не уверен Наш Сестре понравилось Сестре понравилось Она год ходила в музыкал Ты потом принесешь Ладно в следующий раз Послушаем Что там получилось Хорошо У нас что-то нет звонков Видимо сложный очень вопрос Может подскажем как-то Может какие-то ассоциации С этим человеком Ассоциации с этим человеком Да Самый известный Исполнитель фолка В Штатах В Штатах Ребят взрослые Давайте уже в интернет Известный фолк Исполнитель Соединенных Штатах А трансляция Это видео идет Да идет Вот мы такие хитрые Можем показать Тем кто смотрит Именно видео Трансляцию Мы можем показать Вот как раз Сейчас в камеру Вот оно Только с вас 5 рублей 211-101 Хорошо У нас обычно такое случается Когда вопрос Остается без ответа И мы уже задаем Следующий вопрос Саша С тебя следующий вопрос В каком году Вышла песня Бон Джо It's my life It's my life Вот это да? Да В каком году? Еще один вопрос Пожалуйста 211-101 Призов у нас много Кстати Готовясь к программе Я пытался найти Откуда же взялась Вот такая штука Для рок-музыкантов Характерная И для поклонников Рок-музыки Как коза Знаете что такое коза? Это животное Которое жует траву Понятно что И грызет капусту Миша А что еще может быть козой? Вот любой человек Сейчас сидящий в студии И слушающий нас Может сделать козу Ты знаешь что такое Сделать козу? Нет Если я предположу варианты То будет как-то не очень Ну вот смотрите Я вот сейчас Протягиваю руку Правую чуть-чуть вперед И делаю вот так вот А это коза? Вот это называется На сленге Специальном Коза Я прав? Откуда вообще взялась коза? Я нашел информацию о том Что это еще Из глубин веков Откуда эта штука пришла А популяризовал уже этот жест Как написано в той же Википедии Там Black Sabbath Вполне вероятно Вот с этого все пошло У вас часто поклонники там Слушатели Козу показывают? Козу показывают? Или вы как-то? Нет, ну бывает Почему нет? Вот Но Я честно говоря Не вдавался в историю козы Нет, ну интересно же А с чего вот именно этот жест? Ну считалось Я слышал такую версию Когда-то давно О том Что это Такая передача Энергетики что ли И говорят о том Что на рок-концертах Музыкантам на сцену попадает Дикое количество энергетики За счет такой вот Условной передачи Вот Я слышал такую версию Вполне вероятно Как бы с учетом того Что Я думаю Что этот жест Изначально имел Какое-то Значение там В религии Или оккультизме Каком-нибудь А вам показывали Живую козу? Ну да Живая коза Знаете как? Да Я думаю Все мы знаем Да Вот я уже перешел К атрибутам К атрибутике Да С которой В которой живет Там рок-музыкант Что это? Что обязательно? Какие? Ну считается Что Не знаю Там Перстни какие-то Должны присутствовать На пальцах Обязательно длинные волосы Смотрю сейчас Посмотрю сейчас Наполину Прямо И перстни есть И длинные волосы Ну она же девочка Да Ну что обязательно Должно присутствовать Откуда это все Вообще взяло Ну в любом случае То есть Есть такое понятие У музыкандов Как мерч Да То есть это Любая свинирка С использованием Логотипа продукции Вот у нас тут Лежит футболка Скорпион С Данина Слепнот 30 seconds to Mars По-моему Да Вот То есть Это Скажем так Причиндалы Причиндалы Которые Идут больше Для поклонников Вот Если говорить Об образе Рок-музыкантов То это кожа Да Это Неизменно Это неизменно На протяжении многих лет Уже Скажем так Длинные волосы Что там Перстни Но это все Зависит от стиля То есть там Хардрокеры Да Даня раньше ходил С длинными волосами Я там В его возрасте Тоже ходил С такими волосами Аня еще помнит Эти времена Вот Скажем так В зависимости от стиля То есть У каждого стиля Какие-то свои нюансы То есть Есть Оззи Осборн Которого Визуально смотришь И сложно с чем-то Перепутать Против этого Можно поставить Вокалиста ACDC В его неизменной Жилетке Вот Ну то есть Как бы у каждого Свои фишки То есть Рок-музыкант Не может быть С хорошей модной Прической После маникюра Что-то такое Он обязательно Должен быть Таким вот Брутальным Да не Мне кажется Не обязательно Не обязательно Потому что У рок Сейчас подвидов Поп-рок Это тоже сейчас Рок В какой-то мере Посмотреть На братьев Грима Недостаточно Ухоженные ребята И Мэджи Драгонс Тоже Да Кстати У нас есть звонок Нету звонка Так Давайте еще раз Повторим тогда Наши вопросы Два вопроса У нас Два вопроса Во-первых Саша Капулеев Жалил вопрос В каком году Вышла песня Is My Life Бонжоо Ну давай Дай три варианта Ответа Или два даже Вот три варианта Ответа 2005 2010 2000 2000 2005 Или 2010 А можно Вызвать На помощь Человек Который знает Все ответы Это кто Сестра Приходи Сестра Нет Давай мы все-таки Тут без сестры Пока обойдемся И может быть тоже Парочку вариантов дадите Ну что-то не звонят Задумались наши слушатели 211-101 Взрослые Помогайте ребятам Я уверен что среди вас Очень много поклонников Такой рок-музыки И вы знаете Правильные ответы Можно коварно сказать Что Ну пускай первый вариант Бот Эрик Лэптон Второй Например Боб Дилан А третий Например Боб Марли Вот так вот Вот так вот Все коварно Боб Дилан Эрик Лэптон Или Боб Марли Автор композиции Которая звучала На самом начале Сегодняшняя Козу Это значит Что у нас звонок Козу Заходи коза Миша Давай приветствуй Слушатели Привет Здрасте Как тебя зовут Маша Сколько тебе лет Мне 12 Где ты учишься В Ветхо-комментарной гимназии И ответ на вопрос Ответ на вопрос 2000 год По-моему Правильный ответ Саша Да 2000 год Но это уже не моя сестра В 2000 году Появилась Та самая знаменитая Композиция It's my life Так Ты определилась С тем Что ты хочешь Получить В качестве приза Нет Нет Хорошо Тогда мы тебя Передаем Нашей помощнице Пообщайся с ней Пожалуйста Не клади трубку Она тебе Сейчас озвучит То что у нас есть И мы Будем дальше продолжать Собственно Наше общение И еще раз напоминаем Давайте вопрос Напомним Автор композиции Еще варианты ответа Эри Клэптон Бон Ой простите Эри Клэптон Боб Марли И Боб Дилан И Боб Дилан 211 101 призов У нас еще Очень много Продолжаем Так у вас есть вопросы Нашим гостям Да У меня-то есть Я могу бесконечно задавать Давай задавай В каком году Начал существование Русский рок Русский рок Да Обыкновенный рок Сейчас мы наверное Уйдем в такие дебри Что такое русский рок Есть ли он вообще русский рок Есть Есть Старички Русского рока Вот вашу позицию Тоже хотелось бы услышать Просто многие Негативно относятся Я знаю К чему К русскому року Да Предпочитают все-таки На английском там что-то исполнять Все корни там На западе И вот лучше уж Что-то не мешать с нашим Нет Ну Ну русский рок Это такой Достаточно сильный Мультиформат Потому что Если мы возьмем Хард рок Там все понятно Да То есть там какой-то Там какой-то риф идет Там грубый вокал И так далее Русский рок Это пожалуйста Это DDT Да То есть У них свой формат Возьмем Земфиру Там вообще Такой мультиформат У них есть Стелатина У них есть Панк-рок У них есть Что-то похожее На DDT Но с вокалом Конечно Земфира Вот Вспомним там Ночных снайперов У них там Какой-то почти Арт-рок Вспоминаем Зоопарк Это рок-н-ролл То есть Русский рок Это в первую очередь Наверное Смысловая нагрузка В текстах Понятная русскому человеку И русские люди Да Ну А кстати Насчет русских людей Вообще не обязательно Последний тур Земфира провела С британскими музыкантами Вот То есть Они играли непосредственно Она вокалистка Да То есть Весь последний тур Земфира Был именно С британскими музыкантами Она меняла Состав Вот И практика Когда в русские Коллектив русского рока Приезжают иностранные музыканты Она в принципе Не редкость Давайте сейчас Все-таки еще О школе современной музыки Вашей поговорим С какого возраста Вообще можно К вам попасть Ну На данный момент На барабанах У нас учится девочка Шесть лет Шесть лет девочке Да Шесть лет девочке Что сподвигло Родители привели Нет Сама пришла Это в общем Выглядело следующим образом Очень позитивная девочка Очень классные родители Которые готовы Идти навстречу ребенку Ребенок просто взял За руку папу Сказал Папа Папа Я хочу на барабаны Вот Жить не могу Хочу на барабаны Сейчас ходит А Виталик У меня всегда будет Занятия вести Виталик Это преподаватель Барабанщик Да То есть Ей нравится Это интересно Да То есть Ну Поиграть на настоящей Живой установке А где у вас находится школа Вот Вот так вот Оно все и начинается А можно в интернете Найти собственно Всю эту информацию Да Набирайте просто Школу современной музыки Практический метод Радио Тукилобэн И обязательно найдете Ну вот Барабаны Наверное Один из самых Накладных таких инструментов Почему Хорошая барабанная установка Она дорого стоит Собственно Для себя Для себя Для дома Чтобы репетировать Нет На самом деле Есть много Альтернатив Во-первых Первая альтернатива У нас В классах Можно приходить Заниматься Бесплатно Просто вот там Отрабатывать что-то И так далее Потому что Акустическую установку Заиметь дома Это проблематично Вот Можно ходить Заниматься у нас Приходить Тренироваться И так далее Вот Что касаемо Дороговизны инструментов Хорошая гитара Тоже стоит Это фендер Сейчас показывает Это японский Кастомный фендер Ну стоимость Примерно в районе сотки Вот Под столом процессор Тоже в районе сотки То есть Хорошее оборудование В принципе В любой среде Стоит очень хорошо А кстати Музыканты Обращают на самом деле На это внимание Вот Там пришел Что-то у тебя Какой-то дешевенький инструмент Да ладно Дешевенький Звучит нормально На цену Профессиональные музыканты Обращают Обращают Да Ну есть Есть кто Обращают Есть кто Смотрят Именно Как бы Функционал Если брать Именно вопрос Оборудования Конкретно Просто в интернете Можно найти Массу сравнений Да Вот смотрите Там штука За безумные бабки И вот Вот это подешевле Но звучит Не хуже Ну на самом деле Таких чудес Не бывает Вопрос в том Как бы Насколько вы можете Исследовать Тот или иной инструмент То есть Например Более дешевые инструменты Могут В принципе Звучать В домашних условиях Но можно намучиться С ними в условиях концерта А на студию Тебе просто Ты придешь С инструментом Такого бюджетного уровня Тебе скажут Чувак извини Но Давай Где-нибудь Другой инструмент возьмем Потому что Ну невозможно писать Поэтому Как бы Чудес не бывает Понятно За все приходится Платить Так продолжим разговор Об инструментах Чуть позже Есть да у нас Звонок Саше А наушники А ты без наушников Мне обещали Дать наушники Ну вот извини Не получилось Миша давай Миша дай наушники Саше Пусть он вообще Пообщается Что-то грустно Привет Со сломанной рукой Здравствуйте Как дела? Нормально Как тебя зовут? Люба Сколько тебе лет? Тринадцать Ну и хорошо Люба Ну ты уж точно Должна знать ответ На этот вопрос Там три варианта У нас было Давай Не было Были Были три варианта Да А на какой вопрос Ты хочешь ответить? Первый Ну ой Когда появился Русский рок Давай А мы задавали что-то этот вопрос? Да Я задавала Я задумал мы это Чтобы обсудить тут А мы оказывается Да что у меня нет руки Не значит что меня нет Ну хорошо Давай слушаем твой ответ Русский рок появился В первой половине 1960-х годов Правильно То есть до 65-го Да Если первая половина Да Да А там дополнительный вопрос А с какими С чьими именами Связан Русский рок Даже не знаю Я тоже не знаю А вы знаете? И я что-то сейчас затрудняюсь Мне кажется Это времена Майка Науменко Зоопарк Майка Науменко Вполне А может быть Нет Чуть Нет Да не попозже Они все-таки 87 Что-то с уровня Наверное воскресенье Еще вот такого 60-е Ну возможно Да кстати Да ладно Что ты хочешь получить? Я еще не определилась Хорошо Хорошо Тогда пожалуйста Не клади трубку Пообщайся с нашим помощницей Она тебя Список призов озвучит Хотелось бы еще одну композицию Слышать Вы готовы? Так немножко Настраивайтесь Ну конечно Я устраиваю клавиши Договорились мы Договорились о том Что у нас сегодня Три композиции будет исполнено Радио Текила Бэнд У нас остается еще немножко времени Или мы вопрос зададим Нет Давайте лучше Сыграем Послушаем Хорошо Давайте Послушаем Нелетно не колдунья Ко мне явилась в дом Не в пору пал на лунья А летним ясным днем Обычно на рассвете Я прихожу во сне Но все не так На этот раз Она сказала мне Устала с ненавистью Там высоко нет никого Там так же одиноко Как и здесь Там высоко нет облаков Погаши много лет назад Звезде Пока ты жив Не умирай На этот мир взгляни У многих здесь душа мертва Они мертвы внутри Но ходят и смеются Не зная, что их нет Недороги Не торопил свой смертный час Она сказала мне Там высоко нет никого Там так же одиноко Как и здесь Там высоко нет облаков К Погаши много лет назад Звезде Давайте похлопаем Спасибо большое Школа современной музыки Практический метод Радио Текила Бэн Мне одному тут больно, хлопашь Остается буквально пять минут До конца программы Давайте я воспользуюсь Все-таки возможностью Тоже задать вопрос Очень не хочется спросить Так, легкий, простой вопрос 211-101 Я просто сейчас смотрел На то, как играет Олег Скажите, пожалуйста Дозвонитесь и скажите Как называется штучка Такая пластиночка Которую использует гитарист При игре При игре, собственно Да, вот этой пластиночкой Трогает струны Как-то их так поддевает Как называется эта пластиночка 211-101 Продолжаем про инструменты Еще разговор Вот хотелось бы услышать Ваш конкретный совет Совет Человек хочет научиться Играть на гитаре С какого инструмента ему начинать Что бы посоветовали Самое главное Начинать с инструмента Того, который тебе хочется Хочется Да, причем хочется Не твоим родителям А хочется конкретно тебе Вот Потому что Нету ничего невозможного Нет таких Скажем так Я вообще Очень мало верю В слово Талант Оно, скажем так Достигается Большой работой Но На уровне Азов Можно освоить Любое направление Вопрос в том Какое желание у человека Если есть желание Можно достичь чего угодно А вот Полина сегодня на клавишах Может быть совет Какой-то по клавишам Синтезатор Да Какой приобрести Какой Фирмы Синтезатор Его удобно держать дома Вот Там не очень много Размерная клавиатура Фортепиано То есть именно Привыкать к тяжелым клавишам Потом в принципе Можно овладеть Любым инструментом У нас есть звонок Саш, ты в наушниках? Да, я в наушниках Наконец-то Давай, Миша без наушников Давай, приветствуй Привет Здравствуйте Как тебя зовут? Настя Как дела? Хорошо Сколько тебе лет? Мне 11 Почему дела хорошо? Ты хочешь? Не знаю Мы слышим Настроение хорошее У тебя, Настя Ладно, если Есть позитив То он будет Да, нормально На какой Вопрос Ответ Про Как называется Пластинка Игры на детали Ага, как называется Давай ответ Мне в руке прям Еще раз Медиатор Абсолютно правильный ответ Конечно же Это не медиатор Что ты хочешь получить? Ты уже определилась Книжку? Нет Нет Не определилась Хорошо Не определилась Хорошо, пожалуйста Тогда не клади трубку Пообщайся с нашей помощницей Она тебе список озвучит Призов И ты обязательно выберешь То, что тебе больше по душе Шесть лет барабанщице Вы сказали И как она сейчас уже Каких успехов доделась? Нет, она начала Только-только заниматься Только-только Но процесс идет Просто тот же интернет Полон роликами, да Когда юные барабанщики И барабанщицы Вытворяют такие вещи Мы на самом деле Долго не брали Совсем маленьких То есть у нас был Ценц 8 лет 9 лет Сейчас в качестве эксперимента Мы понизили эту планку Вот Потому что До шести До шести На данный момент Возможно будет еще ниже Потому что Ну, есть Скажем так Люди, которые Начинают действительно Интересоваться инструментом В раннем возрасте И естественно Чем более раннем возрасте Ты начинаешь Интересоваться инструментом То Скажем так Тем больше у тебя возможностей Будешь ты заниматься музыкой И не будешь Это второй вопрос Но у тебя будет возможность Достаточно добиться Достаточно серьезного уровня Так А у вас есть дети От 8 до 12 лет? Есть, конечно Конечно А на чем они играют? А на всем есть А кстати, какие? Да, есть Инструменты какие? Да Инструменты, значит У нас барабаны Бас Гитара Клавишная Что у нас там? Вокал Перкуссия Перкуссия есть Вот А что именно? Какие инструменты? Там бонги идут Конго Вот Что там? Ну, шумелки, естественно Шейкер, тамбурин И так далее Кахон? Кахон нет Но Популярная ныне штука Ну В принципе У нас преподаватель Может обучить играть И на кахоне Он, в принципе Владеет им Вот, Дима Троцкий Значит Ну, все на данный момент Пожалуй То есть У нас, в принципе Все основные Даже орган? Орган только В контексте клавишных Ну Электроорган Это тоже хорошо Сейчас Полина Продемонстрируйте, пожалуйста Орган Нормально Вот так вот Вот так Так ты точно сможешь, Саша Возможно У тебя, по-моему, лучше получится Еще с гипсом Ты по клавишам Да, отлично Да, Миша Вот ты сейчас учишься, да В музыкальной школе А в будущем Как-то, не знаю Создать команду Ну, группу музыкальную Есть такие? Нет Мысли, планы нет? Нет Нет? А что, закончишь и все? На торговом центре Ну, чтобы уметь На всякий случай У торгового центра на аккордеоне Диплом Ты забудешь об этом? На всякий случай На всякий случай Может быть, пригодится Да Ну, я с тобой согласен, конечно Но, наверное, все-таки Музыкой осознанно нужно заниматься Да Прямо вот изнутри Что под души, да Единственное, что мы рекомендуем Это желание Именно учащегося Да То есть, не чье-то стороннее Вот именно желание учащегося Если будет желание у человека Все получится У нас закрывается Закрывается Ну, да Закрывается открывается Получается Мы уже добрались практически До 11 часов До 2018, да Так У нас, к сожалению, не было ответа На вопрос, собственно Об авторе Да Композиции Ну, давайте уж Боб Дилан Боб Дилан, конечно Это было жалко Что не дозвонились Ну, на этом нам пора прощаться Спасибо большое Музыку послушали Много нового узнали Не правда ли, Саша? Да Ты кем бы хотел? Я Если будешь впоследствии В какой-то музыкальной группе участвовать На чем хотел бы играть? Гитара На гитаре? Прямо вот На лидер гитаре? Да И в один момент сломать Кого? Гитару? Да А чью-нибудь голову? Давай, скорее всего, об свою Весело, когда ты бьешь гитарой по голове Она тебе нагло надевается Давай договоримся о том, что ничего больше Никто не будет себе ломать Хорошо? Хорошо Разбивай Ну, я же не сломаю себе Давай поблагодарим наших гостей Школы современной музыки Практический метод радио Текила Бэнт Олег Шабалин Полина Прилукова Данила Бодров И Анна Шамуранова Саша Копылевич Миша Голиков Меня зовут Владимир Сметанин Всем хорошего доброго утра До свидания Несмотря на такую Не слишком хорошую погоду Погода прекрасная Ветер, тучи Желаю всем с музыкой по жизни идти Потому что музыка вдохновляет Возбуждает Придает сил, энергии И много чего еще Всем большое спасибо Открывашка сегодняшняя закончена Пока Детская познавательная программа Открывашка